Позади репетиции, впереди заключительное выступление. Надо настроиться, избавиться от излишнего волнения и исполнить партию без фальшивых нот. Членам жюри отнюдь не проще, ведь важно не найти ошибку или выявить недочеты, а распознать потенциал конкурсанта с первых нот исполнения. Работа достаточно специфическая, требующая большого внимания и требующая самоотдачи. В принципе, детали какие-то, мелкие неточности, ошибки, они даже не так важны, потому что важны впечатления, что вот это ярко, это запомнилось, и мы это обсуждаем. Любой конкурс – это, безусловно, очередная ступень для артиста в его карьере. Никто не может предсказать, на сколько процентов будет важным это достижение, но, безусловно, обязательно нужно участвовать в конкурсах для того, чтобы развиваться. Всем это нужно делать. В составе жюри именитые артисты России и Абхазии, которые живут искусством и отдаются всецело своему призванию. В нашем жюри очень много появилось новых и очень интересных музыкантов. Это просто совершенно уникальное жюри. Может быть, на конкурсе Чайковского такое созвездие будет, звезд, и мы очень рады приехать. В этом году для участия во втором международном музыкальном конкурсе Алисы Гизоба подали заявки более 80 человек. Из них в третий тур прошли 69 исполнителей. Для участия в финальных прослушиваниях конкурсанты прилетели в Абхазию. Отбор был жестким, делятся с нами члены жюри. Очень много интересных участников, очень красивые голоса, очень профессионально подготовленные инструменталисты сейчас в составе участников. Но у нас удивительная атмосфера. Несмотря на то, что нас этот конкурс объединил, представители разных специальностей, у нас такое какое-то необычайное единодушие. Потому что, в принципе, законы в музыке, они едины. Заведующая кафедрой Академии хоровых искусств, доцент ГИТИС Наталья Попова считает этот конкурс уникальным. Наряду с тем, что конкурсанты и в самом деле талантливы, сам состав жюри заслуживает особого внимания. Ведь в нем вокалисты и музыканты высоких рангов. А это, в свою очередь, гарантирует непредвзятое профессиональное содейство. Действительно уникальный случай конкурса. Я сижу на многих конкурсах. Второй такой конкурс, который собирает и вокалистов, и музыкантов такого уровня и такого ранга. Поэтому я очень желаю процветания конкурсу. И я надеюсь, что Республика поможет конкурсу, потому что нет больше такого конкурса, понимаете, такого уровня созвездия. Я надеюсь, что в следующие годы привлекутся еще огромное количество музыкантов со всей России и с вашей республики при нашей помощи. Особые чувства испытывает заслуженный артист России Олег Смирнов. С Абхазии его связывают давние воспоминания и незабываемые впечатления от пребывания в Солнечной Республике еще в советские годы. Та симпатия теперь приумножилась, говорит он. Здесь удивительные люди по своей душевности, по своему отношению, по отношению к России, по отношению и к нам. И в России очень любят вас. Любят очень Абхазию. Всегда поддерживали и будут поддерживать. И об этом я не сомневаюсь. По поводу конкурса. Должен сказать, что, конечно, конкурс получается очень хорошим. И еще благодаря тому, что здесь такой руководитель, как Алиса Гизба. Она, конечно, настолько мастерский артист сама по себе. Я не могу даже о ней сказать, что она вокалистка. Она шикарный музыкант. Очень глубокий, очень вдумчивый, очень умный. И поэтому я просто перед ней преклоняюсь. Члены жюри единогласны во мнении, что этот конкурс поможет раскрыть не одну звездочку, которая в дальнейшем может стать настоящим артистом. Вместе с тем, очевидно, что сам конкурс расширит горизонты. Есть вероятность, что проект, объединяющий культуру двух государств, в следующем году начнет свою работу в Санкт-Петербурге. Эта традиция очень хороша и для России, и для Абхазии. Потому что мы соединяем два государства. Мы соединяем две разные культуры. Мы соединяем... Второй тур сейчас прошел в Москве. Возможно, в следующем году он пройдет в Петербурге. И опять же с Ухум. И, может быть, присоединятся другие города России. Мы даем возможность участникам конкурса выступать в разных городах России и Абхазии. Конкурс, он не только поднимает человека, он дает ему возможность полететь дальше. За суденским столом с российскими коллегами также заслужены артисты Республики Абхазия Виктор Абрамян, народная артистка Абхазии Нинель Бжания и арт-директор конкурса Алексей Инык. Председатель жюри Алиса Гицба днями ранее во время нашей встречи рассказала об абхазской восходящей звездочке. Так она назвала Софию Саканье. Юная, со скрящимися глазами певица рассказывает, что с выступлением на сцене госфилармонии исполняется заветная мечта ее бабушки. Ну, во-первых, это конкурс на моей родине. У меня бабушка всегда очень хотела, чтобы я именно здесь когда-нибудь спела. И вот такая возможность свершилась каким-то образом. Вот так все карты сложились, что вот я в Сухуме, в свой день рождения. Мне будет 19 лет, и как раз будет гала-концерт и награждение участников. И песня на абхазском. Пою я песню о скале, абхазская народная песня. Это... Я видела много разных исполнений. И Хибла Леварсовна пела, и Герзмава, и Алиса Шаловна тоже. И из всех песен как-то очень близка мне это по духу, по своему окрасу. Песня на абхазском. Песня на абхазском. Позади несколько этапов конкурса, а впереди гала-концерт. По итогам международного музыкального конкурса дипломантами стали 19 человек. Спецпризову достоились 13 конкурсантов. Шесть призовых мест поделили между собой в номинации «Искусство ансамбля» и семь в номинации «Сольное академическое пение». Ну а гран-при получила абхазская восходящая звездочка София Саканья. Асида Малли, Нарсо Цулуки, Абхазское телевидение.